Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Геймерус ТВ, и сегодня в этом ролике будет обзор моего твинк аккаунта, который на данный момент, к слову, является лучшим в СНГ. Собственно, настало время подвести итоги уходящего года. Сегодня я также сдал свой последний экзамен. Результатов пока нет, но надеюсь, что все хорошо. Так что можете меня поздравить. Я наконец-то вышел на каникулы, на новогодние праздники. Поэтому надеюсь, что они пройдут хорошо, чего и вам, собственно, желаю. Ну а в этом ролике мы посмотрим на то, как сильно изменился мой аккаунт с последнего обзора. Последний обзор был 7 месяцев назад. Вообще, эту рубрику я делаю раз в полгода, для того, чтобы аккаунт смог, так сказать, ощутить существенные изменения за вот этот период. Но здесь немножко запоздал, поэтому ролик выходит, так скажем, в канун нового года. Но мне кажется, что это даже к лучшему. Все-таки для моего канала этот аккаунт значит очень многое. Ну и, в принципе, для меня тоже. Поэтому обзор этого аккаунта в канун нового года будет логичным завершением для этого года. Хотя, опять же, если вы проявите под этим роликом хороший актив, все-таки последние ролики вы дико радуете активом. Я безумно всем за это благодарен. Но я хотел бы попросить каждого, кто еще не подписан, сделать это прямо сейчас. Потому что я очень хочу пять с половиной тысяч подписчиков до нового года. Я понимаю, что остается, по сути, три дня. И мы вряд ли успеем, откровенно. Но я все-таки верю, что вы сможете сотворить для меня новогоднее чудо, как сделали это год назад. Поэтому кнопочка подписаться внизу, если вы еще не подписаны. Пожалуйста, сделайте для меня определенный новогодний подарок. Все-таки скоро итоги конкурса, в который я вложил тонну просто своих личных денег. Поэтому любая поддержка от вас будет очень ценна для меня. Опять же, всем спасибо, кто это делает. Ну и давайте посмотрим, собственно, кадры с предыдущего ролика, который был 7 месяцев назад. То, как вообще мой аккаунт выглядел 7 месяцев назад. Внимание на экраны. 1053 скина. То есть 7 месяцев назад у меня на аккаунте было 1053 скина. Не было ни одного седьмого тира на какое-либо оружие. Точное количество анимаций. Если мне будет не лень, я посчитаю и прямо сейчас перед своими экранами в это число увидите. Ну а количество ножей и перчаток сейчас мы с вами посмотрим. На моем аккаунте было, внимание, 36 ножей. В принципе, какие именно ножи были, можете сейчас на своих экранах посмотреть. Я так бегло прокручу, чтобы не затрачивать ни свое, ни ваше время. И по перчаткам у меня их было 11. Опять же, вот такие вот перчатки у меня были. Останавливаться здесь не буду, потому что суть ролика все-таки не в этом. Просто хочу показать вам, чтобы вы видели масштабы того, насколько сильно аккаунт поменялся за 7 месяцев. Казалось бы, не сильно большой срок. Ну, в эмблемках тут ничего интересного. Собственно, переходим уже непосредственно на мой аккаунт прямо сейчас. И смотрим. Ну, собственно, по количеству кредитов уже можно понять, что аккаунт поменялся кардинально сильно. И, собственно, начнем с инвентаря. На данный момент в моем инвентаре 1648 скинов. Опять же, напоминаю, это пока что лучший аккаунт, который есть в СНГ. И, в принципе, по количеству скинов это, конечно, не прям масштабно. Потому что у того же Креза скинов примерно на 200 больше. Но это в основном за счет старых пассов, которых у меня нет. Но, заметьте, этому аккаунту ему чуть больше года. Да? Чуть больше года этому аккаунту. И уже настолько сильные масштабы. Собственно, на этом аккаунте успело появиться сколько? Получается 4 седьмых тира на оружие. То есть это Юспик GSR. Дигл из пиратского... Ой, вернее, из ивента Диглы и драконы. И две ХК-шечки. Собственно, ХК-Х и ХК-Х 2.0. Да, она вроде называется, да. Ну, давайте начнем все по порядку. Собственно, на этом аккаунте есть абсолютно все виды гранат, которые вообще существуют в игре. В принципе, останавливаться на них как-то более подробно, я думаю, не стоит. Потому что, ну, на самом деле, прям сильно офигенных скинов на гранаты в игре и нет. То есть все эти скины по-своему хороши и будут хорошо сочетаться со своими перчатками при определенных, собственно, обстоятельствах. Как вы видите, в среднем примерно количество скинов на одно оружие увеличилось на 20 по сравнению с тем, что было полгода назад. Ну, и опять же, наиболее интересные скины на P250 лично для меня это вот этот P250 VeloFortune, который у меня сейчас стоит, очень красивый, мне нравится. Также офигенный P250 Phoenix из премиум кейса. Очень нравится P250 Three of Swords из ивента, получается, с Springfire. Очень хороший P250, не помню, честно говоря, из какого ивента, но, кстати, с летними перчатками смотрится классно. И, в принципе, наверное, все из тех P250, которые я обычно юзаю. Скинов на револьвер у меня сильно красивых нет. То есть, мне нравится вот этот скилл Rattlesnake из рулетки Lone Wolf, офигенный по своей стилистике. Нравится револьвер Ivory из премиум кейса. Ну, и, в принципе, наверное, все. Ну, вот этот MR тоже симпатичный, хотя я его не использую. Вообще, скоро будет ревайнд, то есть, в январе, получается, уже следующего года. И вот там я себе, надеюсь, куплю седьмой тир на ревик, потому что очень сильно его жду. Вот. Но пока приходится играть с тем, что есть. Игти-45 вообще пистолет, который я практически не использую. Но самый офигенный скин это Le Moirte. В принципе, это мой любимый скин на это оружие уже много лет. И ничего более привлекательного пока что еще не выпустили. По GSR, опять же, мой на данный момент любимый скин, это, естественно, Карибу из нынешнего Winterfest Event, который идет прямо сейчас. Скин офигенный. Просто мне дико нравится. Особенно с перчатками, с рулетки просто бомбезно смотрится. Ну, Use Compact мне, буду говорить откровенно, не нравится. Но он тоже есть. Ну, и, в принципе, по остальным скинам. Ну, Ivory неплохой. Вернее, это антик, но я его называю Ivory. И Overkill мне нравится. Нравится еще Catacomb, потому что он смахивает на Юспу с КС, убийство подтверждено. Нравится вот этот GSR Decompose из ивента с Маньяком. Ну, и, в принципе, по стилистике тоже новогодний. Юсп Tranquil тоже прикольно. А, ну еще забыл, кстати, вот он, Winter Spirit. Да, и Winter Spirit тоже красивый. В принципе, по диглу, понятно, это седьмой тир Fire Breezer из ивента Диглы и Дракона. Который был летом. Офигенный Дигл мне дико нравится. Ну, и, в принципе, по остальным скинам. Мои два самых любимых это Samurai из премиум кейса. И CyberTools тоже, кстати, из зимнего, по-моему. Офигенный Дигл. По дуалам, в принципе, я их абсолютно не использую. Но самый красивый скин на них на все времена это вот этот Purgatory. Мне кажется, ничего лучше просто не придумали. Ну, вот этот Tranquil тоже неплохой. Получается, с зимними перчатками смотрится классно. Ну, и, в принципе, наверное, все. К слову, друзья, забыл упомянуть. Сейчас на этом аккаунте 25 анимаций на различное оружие. Было 11, напоминаю. То есть, вы представляете масштабы того, как все выросло всего за полгода. По поводу анимаций сразу скажу. Это анимация перезарядки на P250. Офигенная одна из красивейших анимаций вообще, которые существуют в игре. У меня есть обе анимации и на перезарядочку, и на осмотр на ревик. Вот не хватает только седьмого тира, как раз-таки, который я очень хочу получить из ревайнда. Затем есть, получается, анимации перезарядки на юсп. Тоже офигенная анимация. И анимация перезарядки на дуалы. Тоже достаточно прикольная. Собственно, переходим к пистолетным пулеметам. Вообще, их практически не юзаю, но что могу тут сказать по скинчикам. В принципе, вот этот скинчик неплохой, джазный MP5. Вот этот скинчик Sins тоже мне нравится. И, наверное, скинчик Eclipse, в принципе, и FIVA Dream. Это что касается MP5. MBX, в принципе, на него вообще скинов еще меньше красивых. Но мне нравится Will of Fortune, красивый скин. Мне нравится Кибернетик, тоже, в принципе, стилевый достаточно скинчик. Ну и, наверное... Наверное, даже все. Все остальные такие более простенькие. И, к слову, на MPX у меня есть, получается, анимация перезарядки и анимация осмотра. Нереально офигенная. Жаль, только MPX редко юзаю. Касаемо MP7, что тут есть интересного? Мне очень нравится скин Боккачер. Скинчик Tranquil, который у меня стоит прямо сейчас. Скинчик, в принципе, вот этот Люпин. Он с пасок. Я его получил совсем недавно. И мне он дико нравился еще с тех времен, когда он впервые в пасе появился. Я мечтал его получить себе на основу. И, собственно, скин офигенный. Вот этот. Просто рекомендую. Ну и, кстати, скин фото тоже очень стилевый. Особенно к летним перчаткам. И к нано-карбонам идеально подходит. Собственно, касаемо Вектора, мой любимый, наверное, скин. Это вот этот Dead Man Tells No Tales из премиум кейса. Также нравится скин Worms. Особенно с нано-карбонами четко смотрится. В принципе, вот этот скин The Sun неплохой. Ну и, наверное, в принципе, все. На P90 мне очень нравится скин Concert. И, в принципе, не только на P90. В принципе, вот этот скин мне импонирует. Хоть он и с пасом. Также мне, в принципе, нравится скин. Вот этот Vice неплохой. Ну и, наверное, все, в принципе. На P90 сильно интересных скинов тут нет. Ну и по анимациям, опять же, только на MPX. У меня есть, если мы берем ППшки. Дальше. Приходим уже к более интересному. Это автоматы. На СА-58, во-первых, у меня есть две анимации. И на перезарядочку, и на осмотр. Да, что немаловажно. Потом, касаемо скинчиков. Что мне отсюда нравится? Вот этот скин люблю. Рор. Офигенный. По своей вообще стилистике. Также, в принципе, нравится скин. Вот этот из Таурус Кейса. Вот этот скин Лаки. И, наверное, скин Йети. В принципе, по скинчикам, наверное, все изнете... А, вернее, как я мог забыть, конечно, Джо Брейкер. Лучше вообще скин, именно если мы берем скины из премиум кейса на это оружие. Вот, дальше. Акусик. На Акусик также есть и перезарядочка, и осмотр. Да, как бы в этом плане полный комплект. Что касается скинов на Калаш, у меня есть практически все. За исключением скинов из первых пассов, потому что, опять же, аккаунту чуть больше года. Ну, и, в принципе, из таких наиболее привлекательных для меня скинов, это скин на К47 Constellation. Офигенный, по-моему, из ивента Спрингфейра, если не ошибаюсь. Также офигенный скинчик у нас вот этот, Clockworks. Это как раз-таки из Ревайнда. Ну, надкрекер, в принципе, нова. Смер, ну, на Калаш очень много красивых скинов, в принципе, тут спорить, наверное, будет бессмысленно с этим. Калаш Ivory, который я очень долгое время юзал на основе. Один из моих любимых скинов. Ну, в принципе, вот этот скин Химера тоже красивый. Поэтому выделить какие-то конкретные скины здесь сложно. Новый, кстати, скин тоже мне нравится. Я как раз-таки прямо сейчас с ним и играю. Давайте дальше рассмотрим М14. М14, в принципе, у меня перезарядки, к сожалению, нет, но есть осмотр. Вот так вот он выглядит. Больше подходит для осмотра перчаток, если честно. Ну, к этому потом и вернемся. Касаемо скинов, в принципе, мне очень нравится эмочка Фрости, которую я юзаю и на основе, и, в принципе, на этом аккаунте сейчас использую. Эмочка Найтмэр красивая. Эмочка Капов. Вот это эмочка Бананза очень классная. Эмочка Критикл Фэшн. Критикл Фэшн и, в принципе, в принципе, наверное, еще вот эмочка Оверкил и, наверное, все. Так, дальше у нас идет АР-15. Оружие новое. В принципе, из скинов, которые есть на данный момент, их очень мало. Мне нравится скинчик вот этот Ороборос офигенный. И Престиж. В принципе, вот эти два наиболее самых красивых скина для меня лично на данный момент. Ну и на это оружие у меня есть что перезарядка, что осмотр. Хотя само оружие по себе, само по себе дерьмо. Будем говорить откровенно. Дальше переносимся к ХКшке. На ХК, как я уже говорил вначале, у меня есть два седьмых тира, в принципе, из Тауруса Вентом. Касаемо остальных скинов, мне дико нравится вот этот скин. Give No Quarter, это, по-моему, из пиратской рулетки, если не ошибаюсь, скин просто офигенный. Также мне нравится вот этот скинчик Dragon Wings офигенный. Ну и, в принципе, наверное, все. Все остальные скины такие плюс-минус. У меня есть анимация на перезарядку на это оружие. На осмотр пока что нет. Из ревайна планирую брать. SG. На SG дико нравится скин Винтернет, который я прямо сейчас использую. Для меня это прямо лучший новогодний скинчик. Также нравится скин CatBot, в принципе. Дико нравится скин вот этот Drainage. Это, получается, из ивента с маньяком офигенный. Вот этот скин нравится, по-моему, он из паса, если не ошибаюсь. Нравится скин Glitch из летнего кейса. И, в принципе, вот эти два скинчика Paradox и Serenity тоже прикольные. А, кстати, нет. Мне еще нравится Fizzy, тоже из летнего, и Geralt. Это из премиум кейса, по-моему. Вот. Ну и по анимациям у меня есть, в принципе, и на осмотр. Вернее, и на перезарядку, и вот на осмотр. Как-то так. Дальше у нас идет AUK. Сейчас я юзаю скин Shred. И получается новый, как раз-таки, рулетки. Мне он дико нравится. Также науку, в общем, много красивых скинов. Наиболее любимый у меня это вот этот Vascular, который я прям наиболее часто юзаю. Skinbox Cutter. Очень красивый. Дальше мне нравится скинчик Cerberus. Скинчик Nine Lives. И скинчик Astral. Оно еще, в принципе, Butterfly тоже неплохой. По анимациям есть пока только на перезарядку. Но планирую из ревайнда докупить еще и на осмотр. Дальше переходим к дробовичкам. На дробовичок, в принципе, начнем с винчестера. У меня есть несколько красивых скинчиков. Один из которых как раз-таки Ambush. Тоже из рулетки Lone Wolf. Дико классный скин. Мне очень нравится по стилистике. Также нравится скин Scorpio. Офигенный. Ну, скин Shred. И в такой себе, на самом деле, вот еще скин Catacomb. Мне нравится. И, в принципе, наверное, все. Хотя нет, еще Blackwater прикольный. Как-то так. На винчестер никаких анимаций нет. Дальше FP6. Нравится скин Tranquil, который я использую прямо сейчас. Скинчик Serenity. Скинчик Ivory. Скинчик Moutiner. Один из самых красивых. Вообще офигенно сделан после своей стилистики. Ну и, наверное... Ну, наверное, еще скин Magic Burst. Тоже, в принципе, неплохо смотрится. По анимациям есть анимация на осмотр. Она была в одной из рулеток. Честно говоря, уже не припомню в какой. По Super90, что могу сказать. У меня есть также анимация на осмотр. Вообще одна из моих любимых анимаций. Те, кто смотрят мои ролики, те напишут в комментариях почему. Так что обязательно, кстати, пишите в комментариях вообще, как вам мой аккаунт. Какие вам лично скины отсюда нравятся больше всего. Будет все очень интересно почитать. Я, собственно, все комментарии читаю, но все отвечаю, поэтому пишите. По скинчикам мне нравится дико вот этот скин. В принципе, он непосредственно связан с анимацией. Ладно, об этом не будем. Также нравится скинчик Terraflare. Ну, честно говоря, еще Frostberg. Наверное, все. Потому что Super90 красивых скинов прям дико мало. Конкретно этот скин я юзаю чисто к перчаткам, для того, чтобы меня неплохо смотрел сосед. Дальше переходим, собственно, к TRG. Сейчас у меня стоит олдовый скин Triller. В принципе. Конечно, на данный момент он есть уже у многих, но в свое время это скин, который был в предсезоне. Поэтому это очень олдовый скинчик. Мне он дико нравится. Также вообще импонируют скины Shark Attack, Heavy Metal и Hazardos. В принципе, это все скины из премиум кейса. Из ивентовых никаких скинов на TRG красивых и нет. Уратио. Вот на Уратио, в принципе, как и на коллаж, просто тонна красивых скинов. Тут все и не выделишь. Давайте начнем вообще с анимации. У меня есть анимация и на перезарядку, и на осмотр. А касаемо, собственно, скинчиксов, тут просто дико. Очень нравится скин The Watcher. Это новый скинчик. В самом начале мне он не особо зашел, но сейчас я прямо с ним приигрался. Смотрится он офигенно. Также нравится скин Clockworks из Rewind Case. Нравится, в принципе, скинчик Catbot. Также офигенный. Вот этот скинчик из PASA тоже очень классный. Хотя достаточно яркий, на самом деле. Также дико нравится скин Navigator из, получается, пиратского кейса. Скин Skeletal просто четенький из рулетки. Вот этот скин Neo Dream 4 класса тоже офигенный. И вроде как все по красивым АВИКам. Если я ничего не забыл, но, как вы видите, сами красивых скинов на АВИК реально много. А вот забыл, кстати, скин на Уратио Окулист. Тоже офигенный. С зелеными перчатками смотрится просто бомбически. Дальше давайте рассмотрим СВД. В принципе, на СВД, кстати, мало красивых скинов. Очень больше всего мне нравится Платформер, Fire Cobra, Коракс и Реплика. Если не ошибаюсь, все скины из премиумов. Ну или, возможно, кто-то спасен. А анимации, да, никаких на СВДшку нет. М-14. У меня есть обе анимации и на перезарядку, и на осмотр. Вот. Ну и по красивым скинчикам, в принципе, также особо не густо. Нравится скин Антик. Скинчик Зомби Стит, кстати, неплохой. Из ивента Умника получается. М-14 Катакомб. Ну и, наверное, М-14 Цитадель. В принципе, на этом, наверное, все. Ну и перейдем уже к более интересным вещам. Это к ножам и перчаткам. На данный момент на моем аккаунте 68 ножей. То есть, зацените разницу. Было 36 полгода назад, сейчас 68. То есть, практически в два раза. Это просто дико. Ну что, по дефолтным ножам. Кстати, у меня есть анимация на дефолтный нож. Но она была еще полгода назад. Ну, просто показываю для тех, кто не видел, собственно. Вот. Потом по скинчикам больше всего нравится. Это вот этот скинчик. Бэтбун Райзен. Просто офигенный. Из летнего кейса. Вот этот скин Декрипшн. Из Таурус Кейса. Тоже офигенно смотрится. С летними перчатками. Просто балдежно. Также нравится скин Тай Лонг. Вообще, это мой самый первый скин. Седьмого тира вообще в игре. То есть, вот я играю пять лет. Это был мой самый первый скин. Еще на моем основном аккаунте. Это другой аккаунт, если что. Вот. Поэтому этот скин также мне очень нравится. Классно смотрится. Что он, что карбон. С перчатками из Таурус Рулетки. Такие красненькие карбоны. Вот. Ну и, в принципе, также неплохой скин Кайт. На стандартный нож. Что касаемо керамбитов. Опять же, ну, они, наверное, все классные. То есть, керамбит Революшн мне нравится. Из прямой кейс офигенный. Ну, летний керамбит вообще вне конкуренции. Как вот этот керамбит Фуриас. Просто классные, офигенные. Также мне, в принципе, нравятся керамбиты Элван и Цисеру. Потому что они идеально подходят к нанокарбонам и перчаткам Блэк Песли. Которые мы потом перейдем. Ну и также, вот, кстати, новый керамбит. Верглос тоже смотрится очень классно. В принципе, меньше всего, как ни странно, мне отсюда нравится вот этот керамбит Светус. Из прошлогодней и новогодней рулетки. Не знаю, так сложилось. Как-то так. А, ну, если мы не берем дефолтный, конечно. Кукри это вообще, наверное, мой самый нелюбимый нож. Или один из самых нелюбимых вообще по форме в игре. Поэтому у меня на него ивентовых скинов даже нет. То есть, это все скины спремов. Вот только один скинчик из рулетки, где были эсиды. И он мне тоже не нравится. В принципе, ни один скин отсюда мне не нравится. Поэтому те люди, которые любят кукли, извините меня, но не люблю я этот нож. Не мою это. Дальше. Я ремиксы на потом оставлю это вершиной моей коллекции. Хотя я их никогда в жизни не хотел коллекционировать. Мне этот нож особо не нравится. Но так судьба сложилась, что у меня их больше всего. Поэтому к нему вернемся чуть попозже. Вначале топорик. В принципе, вот топорик с рулетки, который был в комплекте с перчатками континуума, мне не особо заходит. Вот этот топорик сам по себе без сета тоже плюс-минус. И, конечно, офигенный топорик серфдок. Это уже из летнего кейса. Вот этот топорик реально офигенный. Достойный. Тактул мне не особо нравится как нож. Но стоит отметить, что вот этот хактул просто офигенно смотрится с перчатками нано-карбон. Ну и вообще с перчатками зума бич. То есть, такими синими белыми перчатками смотрится дико классно. Также из ивентовых есть вот такой тактул пестиленс или чумной доктор. Выпал мне он достаточно спонтанный. Я не планировал его вообще брать. Но такой средненький нож. И, в принципе, по стилю, на самом деле, еще офигенный Тетул Тигрис, который мне также очень-очень нравится. Именно как с кем. Давайте теперь перейдем к гаечным ключам. В принципе, у меня их тоже мало. Этот ключ такой себе. Был в комплекте с перчатками Жук. Вроде как. Я не помню точное название этих перчаток. Потом посмотрим. Ну и вот этот гаечный ключ Uprooted, который был как раз-таки в комплекте с керамбитом фиолетовым. Вот он офигенный. Он идеально, кстати, смотрится с желтыми перчатками из летней рулетки. Это просто балдеж. Дальше, давайте все-таки вернемся к ремиксам, которых у меня 17 штук. Как мне кажется, ремикс это вообще наиболее часто встречаемый нож в игре. Ну, то есть, скинов на него больше всего, в принципе. Вот, у меня их целых 17. Из наиболее красивых, наверное, выделю ремикс Strangulation. Смотрится очень классно, который я купил недавно, кстати, в той рулетке, которая была. Ролик есть на канале. По стилю мне нравится ремикс Porcelain. Тоже классный. Ну, конечно же, ремиксы Dragon. Вернее, Draco Rumbra, Draco Viridis. Ну, в принципе, не суть. Они оба классные. То есть, они отличаются только цветом. Но, сами по себе, офигенные ремиксы. Самый лучший вообще ремикс, который есть в игре. Именно как скин. Не берем расцветку. Также очень нравится ремикс Reanimation из летнего кейса. Очень классный. Вернее, кстати, он не из летнего. Прошу прощения, он из ивента с маньяком. Тут ошибся. Из летнего, кстати, вот этот ремикс, но тоже неплохой. Ну, и, в принципе, наверное, наверное, все. Дальше. Переходим к моему самому любимому ношу, который есть в игре. Это бабочка. Бабочка, мой любимый нож. И, в принципе, мне их 10 штук. Достаточно неплохо. В принципе, на данный момент в моей коллекции не хватает только двух бабочек, которые были в рулетках, когда этот аккаунт еще не был даже создан. Поэтому как-то так. В принципе, наиболее такие любимые бабочки у меня это вот это. Fire and Dice. Новая просто офигенная бабочка. Мне дико нравится. Бабочка Rime. Также, в принципе, очень нравятся вот эти две бабочки. Хризантемум и Ракообразная или Радужная, в принципе, называется как Катисия. Также нравятся, в принципе, вот эти две бабочки. The Great White из последнего Critical Pass. И Magenta Vice, в принципе, с летними перчатками тоже смотрится классно. В принципе, мне нравятся все бабочки. Только вот эти две вызывают некоторые сомнения. Но, в принципе, если к ним правильно подобрать перчатки, также будут смотреться офигенно. Ну и, в принципе, для полной коллекции вообще всех разновидностей ножей, которые существуют в игре, мне не хватает только Тесакан, который я надеюсь приобрести в предстоящем ревайнд-эвенте. Поэтому он у меня тоже будет. Ну а пока что, в принципе, у меня есть вот еще дефолтный меч из ивента Диглы и Драконы. Оттуда же из рулетки Дрэгон Мурн. Тоже прикольный достаточно меч. Хотя юзать я его вряд ли буду часто. Но, кстати, килл-чат у него красивый. Вот этот нож-кастет из ревайнд-эвента прошлогоднего. Просто дико офигенный. Кому-то он не нравится, но мне очень сильно импонирует еще тем, что именно у этого ножа... Вот, как вы знаете, как бы руки же поменяли. Вот. Но с этим ножом руки оставили такими, какими были. То есть, если вы берете этот нож и вы его осматриваете, там будет старая анимация рук, которая была, которая мне дико нравилась. Поэтому этот нож мне дополнительно, так скажем, импонирует. Ну и, в принципе, еще есть такой вот тамагавк, но он такой себе плюс-минус, честно говоря, по красоте. В принципе, с ножами все. Переходим, наверное, к самой интересной части. Это к перчаткам. Напомню, вернее, полгода назад их было 11. Чтобы вы понимали, на данный момент их 26 штук. 26 пар перчаток, Карл. Было 11, сейчас 26. Это дико. Ну, вот так выглядят, собственно, мои перчатки за КТ. Давайте, собственно, посмотрим. Вот это перчатки из премиум кейсов. Да, то есть, они все есть. Вот. Но я их просто промотаю. Наверное, про каждую пару тут абсолютно бессмысленно рассказывать. Скажу. Самый любимый, который мне нравится. Это, естественно, летний. Вне конкуренции. Вот эти новые Норсвинд офигенные. Просто тоже вне конкуренции. По стилю мне очень нравятся Блэк Песли. Наверное, любимые перчатки за Т. Если мы берем именно с разрезом пальцев. Дико нравятся перчатки Стейнглаз. Тоже офигенные по стилистике. Я вообще себе очень давно хотел Фроста. Но с выходом вот этих перчаток Фроста как-то ушли на второй план. Потом буду откровенен. Дико нравятся перчатки Нанокарбона, которые я прямо сейчас юзаю. В принципе, перчатки Империал. Вообще, любой расцветки. У меня есть красный, но они также есть фиолетовый и синий. Синих цветов тоже офигенный. Вот. В принципе, вот эти перчи мне очень нравятся. Синк, получается, из летней рулетки. Ну и что? В принципе, вот Зума Бич. Наверное, любимые перчатки. Если мы берем перчатки из премов. И вот эти вот перчатки из кей. Это, наверное, я перечислил вроде как все перчатки именно за КТ. Которые мне больше всего нравятся. Теперь перейдем к перчаткам за Т. В принципе, ну тут многие перчатки повторяются. То есть, я назову только новые перчатки, которые можно использовать только за Т. То есть, их за КТ нет. Это перчатки Шатар Тайма. Ну, олдовые. Офигенные перчи. Также перчатки Эсид. Тоже дико классные, офигенные. Такие классические достаточно перчатки. Также, наверное, даже все. В принципе, наверное, даже все. Потому что все остальные перчатки повторяются. Для тех, кто не верит, можете пересчитать. Но всего их тут 26 штук. Опять же, если мы не берем повторки. То есть, 26 пар перчаток на аккаунте. Это дико жестко. Ну и, в принципе, эмблемы, я думаю, смотреть особо нет смысла. Потому что, ну, красивых эмблем вообще выходит мало. Поэтому как-то так сейчас у меня стоит вот эта эмблемка новогодняя. Потому что я очень сильно люблю Новый год. И, в принципе, эта эмблемка идеально мне подходит. На этом, наверное, друзья, видеоролик подходит к концу. Я очень надеюсь, что он вам понравился. Поднял вам настроение. И сделал ваш день чуточку лучше. Обязательно поддерживайте этот ролик своим лайком. Мне кажется, он этого заслуживает. Я старался рассказать обо всем максимально в кратчайшие сроки. Чтобы не затягивать ролик. Надеюсь, вам было интересно. Но все-таки это действительно на данный момент лучший аккаунт в СНГ. Поэтому поддержите лайком. Если вы хотите, чтобы я продолжал его активно развивать в плане скинов. И, опять же, возможно, когда-то этот аккаунт выйдет на новый уровень. Очень хочу на нем 2000 скинов. И 40 пар перчаток. Получается, к концу следующего года. Посмотрим, как выйдет на самом деле. Загадывать все это дело не люблю. Но уже на данный момент аккаунт нереально офигенный. И я очень рад, что все так получилось. Также, друзья, если хотите, чтобы в этом году вышел еще один ролик. Мы с вами, вернее, мы для вас записали еще один дико угарный ролик. Такого на ютубе вроде как еще никто не делал. По копсу, если не ошибаюсь. Могу ошибаться, но вроде как такого не было. Вот, поэтому этот ролик уже отснят. То есть мне нужно его просто смонтировать. И если вы под этим роликом покажете просто бешеный актив, как вы умеете это делать, то этот ролик выйдет еще в этом году. То есть я его выложу буквально перед самым Новым Годом. Если нет, значит выйдет в начале следующего года. В принципе, как-то так. Но я вас очень прошу, друзья, поддержите этот ролик своим лайком. И давайте постараемся добить 5,5 тысяч подписчиков на моем канале до конца этого года. Буду благодарен всем и каждому. Уже подходит к концу мой новогодний конкурс на целых 24 тысячи рублей на 30 призовых мест. Итоги совсем скоро, буквально через несколько дней. Поэтому те, кто еще не принял участие, обязательно принимайте. Не упустите свой шанс, потому что призовых реально много. И шансы большие у каждого. С вами был Gameros. Увидимся уже на новом видео. Всем пока-пока и удачки, друзья.